Кремлевский организм Что может быть хуже? Я-то думаю, что ничего революционного на улицах наших городов в субботу не случится. Для массы людей есть масса сдерживающих факторов. Холодно и лучше посидеть в тепле. Коронавирус, а в толпе велик риск заразиться. Выходной, а это вообще святое. Но есть еще один момент. Навальный призвал выходить на улицы не за него, Навального, а за себя. То есть каждый, кто пойдет на улицу, должен идти так, словно это необходимо персонально ему. А граждане наши таковы, что свой персональный интерес увидят только тогда, когда кто-то именно в их квартире выбьет дверь сапогом, заберет у них все вещи, отнимет деньги и даст по башке. Вот тогда обыватель почувствует, что лично его касается. И власти могли бы сделать ставку на эту многовековую апатию и пофигизм, и просто проигнорировать это 23 января. Ну выйдут и выйдут, погуляют и разойдутся. Однако инстинкт авторитарной системы таков, что для нее любой, не согласный с нею, даже один человек это страшная угроза, проблема и повод для злости, и повод для репрессий. Отсюда этот обход по домам активистов и журналистов, отсюда этот истерический кавардак в школьных чатах, где родителям настоятельно рекомендуют усадить детей дома и забереть двери на ключ. А то непуганное поколение школьников повадилось массово снимать со стен портреты Путина, фиксировать этот процесс на видео и устраивать из него челлендж. У педагогов и директоров теперь тоже паника. Уверен, что синоптики внезапно спрогнозируют чудовищное похолодание, спортивные организации проведут на свежем воздухе веселые старты именно в тех местах, где ожидаются протестующие. Всегда можно вспомнить про фестивали меда, про экстренный ремонт под снегом асфальта, археологические раскопки и прорывы канализации на маршруте движения колонн. Но самым эффективным орудием остаются одинаковые парни в одинаковой форме с одинаковыми дубинками, которые уже лет 20 одинаково бьют, кидаясь по 10 на одного, а потом тащат за руки и за ноги в автобус с решетками. Меняются только марки автобусов и модели автозаков. Подростки, которых били на протестах в начале нулевых, сегодня уже седые дяденьки, а ОМОНовцы, которые били на протестах в начале нулевых, сегодня уже, наверное, военные пенсионеры или старшие командиры. Борясь с протестами, власть рекламирует их лучше всяких призывов, а запретами отсекают от мирного выражения несогласия обычных людей и выводят на улицы самых отчаянных, которые смотрят на Навального, видят в нем героя и могут повторить. Власть умножает потенциальную энергию бунта, а в школе нас учили, что потенциальная энергия переходит в кинетическую, но поди объясни это тем, у кого из всей мудрости разве что одноименный зуб.